рассмотрим поподробнее конструктивные особенности обеих масок и так обсюратор гипоаллергенный силикон матовый нанесение такой немножко вельветовой структуры в разных всяких местах основное отличие видим да ну то есть в районе носа в районе крыльев носа точнее у нас имеются зоны сделаны значительно мы более мягкого и тонкого силикона который очень здорово как бы повышает тактильность вот прикосновения сюда руками дальше рамка пластиковая данном конкретном случае вот такая вот она вот изящная здесь у нее имеет место быть защелки отщелкнув которые мы можем демонтировать стоковое стекло ровно и поставить в него там отдельно приобретенности диоптрическое стекло соответственно застежки перенесены с рамки как как у предыдущих масок на непосредственно обсюратор вот и в общем то это как бы повторюсь маска юпи м1 это ее карбоновая версия юпи м1 си мы можем видеть то что единственная разница на то что используется карбоновый фрейм повторюсь в общем то это больше такая красивость нежели чем какая-то функциональность потому что прочностные характеристики карбона здесь характеристики ну роли практически не играют потому что рамка не несет что лишь большой нагрузки разница в весе то что карбонка с очень легкий материал но на столь небольшом изделии составляет порядка может быть 2 грамм 2 граммов точнее поэтому говорить об этом не приходится вот и собственно говоря вот зажим вот как вот он выглядит такая вот история значит эти штучки они у нас кладутся на крылья носа здесь вот так можем мы постараюсь показать здесь нас присутствует резьбовое соединение какая которая позволяет посредством этой шайбы мы не шайбы точнее гайки наверно крутящийся такой отрегулировать дополнительно ход вот этих вот плашек а дальше в общем то выглядит все все таким вот образом сейчас еще раз покажем вот так вот берем масочку вот так вот точнее немножко чтобы он был покомпактнее подщелкиваем на нее вот этот зажим для носа очень сильно зажимать мне надо он держится здесь благодаря расклиниванию вот этому и собственно говоря ныряем когда ощущаем необходимость компенсирует давление в ушах делаем выдох в нос разница давления нам хватает для этого тут нам пришлось ползать на глупости не одет то что внутри нет носа все таки моего значит нам хватает разница давления если мы чуть-чуть посильнее будем это делать то зажим чуть-чуть отщелкнется и в общем то на хватит избыточного давления для того чтобы компенсировать давление под маской не знаю будет видно или нет сейчас попробую вам этот эксперимент показать наверное если получится снять более крупно мое лицо и будет слышно вот этот звук то давайте попробуем сделать это так сейчас я попробую одеть на себя этот зажим просьба не смеяться потому что когда одеваешь такой зажимка становится очень похож на гитлера но ну что делать это шоу-бизнес ребята короче говоря вот я его одену и попробую продуться и возможно мой микрофончик но сможет уловить на тот момент ну когда когда у меня воздух на начнет вырываться из-под зажима и реально попадать уже под маску маску я одевать не буду вот я делаю зажим вот и достаточно плотного защелу вот для продулись уши если если продолжу подавать давление будет я думаю слышно наверное был вот этот звук когда зажим начинает разжиматься и воздух очень через верхнюю часть ноздрей наверное начинает выходить под маску ну то есть если бы на мне была бы одета маска можно было бы продемонстрировать это я единственное что могу сказать пока у меня не было возможности как-то прям очень мощно все это испытать но у меня вот тут за стенкой есть испытательный бассейн на нашей замечательной компании тетис про наших коллег 9 метровая труба такая и я нырял вот в этой маске с таким нажимом я могу сказать так что дом до глубины 9 метров я совершенно спокойно компенсировал давление и в ушах и давление под маслом пространстве мне для этого не нужно было прикасаться там нет ни к носу не делать каких-то лены как и каких-то иных движений в общем ты было снято видео которое выложено на на нашу страничку фейсбуке как который называется подводная охота и фридайвинг если кто не видел велкам заходите лайкайте смотрите вот собственно вот такая какая-то история единственное что хочу сказать что в общем то если кто-то будет использовать всю эту штуку в подводной охоте все-таки поймите что может она и соскользнуть поэтому можете соскользнуть вот эта история потому что все таки от подводных охоток взяли какую-то рыбу перчатка в слизи где-то тут потерли маску одели зажим поэтому они не забудьте одеть какую-то веревочку сюда желательно с безбегнуком защелочки и повесите к себе на шею то что если вдруг зажим соскочит чтобы он не потерялся вещь достаточно дорогая